Добрый день дорогие телезрители в эфире программа Карачаева Черкесия онлайн и в студии ее ведущие Екатерина Иванова и Зураб Джандаров. О самых актуальных событиях дня, о том чем живет Карачаева Черкесия сегодня мы поговорим с гостями нашей студии в прямом эфире. К разговору можете присоединиться и вы позвонив по номеру 8 800 775 03 24. И как всегда начинаем мы нашу передачу с ежедневного дайджеста новостей к этому часу. Давайте посмотрим. Делегация из Карачаева Черкесии примет участие в совещании руководителей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам защиты прав воспитанников соцучреждений, которое проводит Минбром просвещения России. Карачаева Черкесию на площадке, которая соберет с 19 по 21 сентября 350 человек, представят представители соцучреждений и Минобра республики. По итогам обсуждения будет принята резолюция, включающая в себя предложения участников по совершенствованию системы защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Генеральный директор КСК Хасан Тимижев обсудил с президентом, генеральным директором французской компании МНД Групп Ксавье Галалавале возможные направления сотрудничества в рамках развития всесезонных комплексов Архыс, Эльбрус и Ведучи. Компания МНД Групп сфокусирована на развитии летнего сегмента отдыха и заинтересована в сотрудничестве в части круглогодичной эксплуатации объектов курортов Северного Кавказа. Компания Тэчфан, входящая в МНД Групп, специализируется на решениях по обустройству зон отдыха и экстремальных развлечений, таких как зиплайн и табаган. Сейчас их подразделение параллельно работает над проектами 11 зиплайнов в европейских странах и в Китае. Аналогичные объекты могут быть востребованы на курортах Северного Кавказа. Повар из Карачаева, Черкесия Александр Перевалов стал победителем международного конкурса фестиваля мастеров кулинарного искусства «Содружество», прошедшего в Пятигорске. Участие в масштабном кулинарном мероприятии приняли свыше 200 российских и зарубежных специалистов. Представитель Карачаева, Черкесии выступил в номинации «За соблюдение национальных традиций» и представил на суд коллегии два блюда – холодную и горячую закуски. Для конкурсных работ Перевалов выбрал рыбные блюда. Талант, высокий профессионализм и любовь к своей работе помогли ему стать лидером, обойдя сотни конкурсантов. Карачаева, Черкесия Карачаева, Черкесия Карачаева, Черкесия представит лучшие практики по поддержке волонтерства, реализуемые в республике на всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». Объявленным Федеральным агентством по делам молодежи. Масштабный конкурс нацелен на выявление и поддержку лучших практик. По его итогам будут определены субъекты страны, где налажено эффективное взаимодействие между органами власти, общественными организациями и волонтерами, а также станет драйвером для отстающих в этой сфере субъектов страны. Регионы, представляющие лучшие программы поддержки добровольничества, получат субсидии в размере до 15 миллионов рублей. А мы переходим к главной теме сегодняшней передачи. Уже в эти выходные в Черкесске состоится первый чемпионат Северокавказского федерального округа по функциональному многоборию. Это такой вид спорта, который проверяет подготовленность атлета относительно любой неожиданной нагрузки. Такие спортсмены считаются самыми физически подготовленными людьми на свете. Этот вид спорта появился совсем недавно, но уже приобрел широкую популярность во всем мире. У нас в стране и Карачаево-Черкесия не стало исключением. Наша республика стала первой площадкой в СКФО, где официально была зарегистрирована федерация по функциональному многоборию. Именно по этой причине окружной чемпионат было решено провести именно здесь. Как будет проходить чемпионат, кто может принять в нем участие и на каких условиях? Об этом мы поговорим с тренером клуба функционального многобория Бизона Ильясом Бачаевым и участником предстоящего чемпионата Маратом Хожевым. Здравствуйте. Добрый день. Давайте сначала, наверное, все-таки чуть более широко и подробно расскажем нашим телезрителям, что такое функциональное многоборие и в чем будут в итоге соревноваться спортсмены. Ильяс. Ну, к вопросу о том, что это такое, могу сказать сразу, да, это не какая-то специализированная нагрузка, как обычно принято это принимать в области каких-то видов спорта, не знаю, пусть это вольная борьба или какие-то единоборства, да, где цель вполне понятна, победить соперника в той или иной дисциплине, да, или там в легкой атлетике пробежать быстрее, там, или что-то метнуть дальше, ну и всякие такие вещи, там, типа спортивной гимнастики, где все понятно и, как бы, грубо говоря, целенаправленно. Единственное, что бывает, конечно, отклонение в виде различных многоборий, там, или триатлонов и всего такого, это что-то из этой серии, только за исключением того, что приходится не ограничиваться даже тремя дисциплинами, как в триатлоне, а атлеты, приходя на соревнования, абсолютно не в курсе, что будет происходить. Придя, они могут прочитать это непосредственно в протоколе соревнований или в положении, да, ничего такого, что они могли бы увидеть непосредственно там заранее. Часто поступают вопросы, что же будет на соревнованиях, но, ты сказать, нельзя говорить, нельзя этого говорить, потому что, если ты об этом скажешь, то, как бы, так сказать, целостное соревнование, и вообще, как бы, это будет нечестно по отношению к тем атлетам, которые неподготовленно пришли, а просто готовились ко всему, что могло быть, вот, приходят и видят то, что есть. Кто-то удивляется, кто-то радуется тому, что выпало то, что он умеет, ну, в общем, кому так. Ляз, ну, вот есть какой-то набор упражнений, которые, ну, примерно, вот, вот, полупражнений, и где-то из них можно выбрать, или могут быть какие-то движения, которые вообще не знакомы спортсменам? Ну, справедливость ради сказать, что тренируюсь, как бы, да, вот в этом направлении, естественно, можно тренировать именно то, что в основном бывает на соревнованиях, там нет никаких каких-то сверхъестественных новых движений, все вполне, так сказать, ну, из серии возможного для человека, да, все это можно потренировать и быть заранее уверенным, что выпадет что-то, то, что ты умеешь. Там не бывает такого, что ты там тренировался там три года в зале и пришел, и что-то новенькое, нет. Это надо шахматы играть. Ну, да, единственное, что шахмат, нет шахмат, нет стрельбы, а так, в принципе, все упражнения с отягощениями, штанги, гири, гиревой спорт, легкая атлетика, какие-то элементы, может, даже из подготовки вольных борцов или что-то вроде там, ну, много всякого, ну, допустим, тот же канат, да, он часто используется у единоборцев как общая физическая подготовка. То есть, по сути, подготовиться к вот этому чемпионату может человек, который как занимается в зале, так и занимается, там, не знаю, у себя во дворе, там, подтягивается что-то, поднимает дома, который тренируется, или все-таки здесь нужна какая-то определенная подготовка с определенными там тренажерами, с определенными какими-то элементами? Хотелось бы, конечно, сказать, что да, вот, но все-таки какое-то специализированное оборудование в большом количестве достаточно должно быть, потому что это как минимум набор отягощений, штанга с блинами, да, с дисками отягощения, это какие-то гири, это наборы гантель, это помост тяжелоатлетический, об который вы не должны разбивать штангу, да, чтобы она прожила там долго, потому что каждый раз опускать штангу, допустим, после подъема достаточно тяжелый, ну вот человек еле поднял там над своей головой там сто с чем-то килограмм, допустим, да, там, и ему бы в пору уронить, потому что иначе он может травмироваться при попытке аккуратно это опустить. Ну вот как бы, как минимум, вот для этого помост этот нужен, да, помимо помоста должна огромная, конечно, перекладин быть в зале, да, ну ладно, перекладину вы, наверное, добудете все там где-то на улице, вот, там, и пустую площадку, где можете отжиматься, ну, на этом, наверное, все закончится, потому что нужны еще различные кардиотренажеры, такие как концепты, это грибные тренажеры, это различные маутинбайки, это велосипеды, да, в которых приходится работать еще руками дополнительно, различные санки для толканий, для перетягиваний, канаты, по которым подниматься, гимнастические кольца, на которых можно делать не только отжимания, кстати, об этом многие не знают, что на гимнастических кольцах можно отжиматься, оказывается как на брусьях на них можно делать выходы силы ну на этом скорее всего ограничивается там практически элементы из гимнастики потому что остальные уже такие они более сложные наверное не будут допускаться к соревновательным очень редко и на очень высоком уровне что-то делать другое то есть ходить на руках не будет ходить на руках тоже как бы вполне себе такой допустимая вещь как бы которая может произойти она естественно в мягком формате как-то проходит среди атлетов потому что ну не все в состоянии взять и пройти сразу 50 метров некоторые готовы на высоком уровне ребята все готовы к такому испытанию да но пусть не 50 может нам занервничать человек упал ну так или иначе такие атлеты существуют да там для для гимнаста такой отрезок пройти он может там и несколько минут простоять без проблем на руках вот поэтому если кроссфит атлет или атлет функционального ногоборья готов на уровне хотя бы среднем то он без проблем это все сделает марат ну вот кроме того что вы будете участником до предстоящего чемпионата вы также являетесь тренером по функциональному ногоборью вот скажите пожалуйста кто может заниматься вот этим видом спорта потому что все таки в определенных видах спорта там даже в олимпийских каких-то но определенные требования к участникам там возраст рост вес пол иногда а вот здесь все таки кто может стать вот именно таким спортсменом этот вид спорта подразумевает очень много то есть могут даже возрасте люди там подразделяется по возрастным категориям до 35 после 35 до 40 после 40 то есть в любом возрасте можно спокойно прийти в зал дать нагрузку и спокойно заниматься то есть здесь нет ограничений абсолютно по полу по возрасту по весу то есть только должно быть желанием все девушки соревнуются с девушками или да да вместе девушки соревнуется с девушками мужчины с мужчиной то есть в разных высок весели в возрастных категориях и все а так все то есть участвовать может каждый но разделяется на категории здесь возраст на treatment только ну а как лично ваша подходи проходила подготовка к этому чемпионата это были какие-то Это усиленные тренировки или все-таки в стандартном режиме ничего сверхъестественного? Усиленные тренировки у нас как бы в зале каждый день проходят, так что ты сам прекрасно знаешь, что ты у нас был. Таких прям усиленных тренировок не было, потому что как бы там бега не было. Все было на все, лаконично в зале происходило. Штанга, перекладина, кольца, отжимания, все своим весом, растяжка, все как обычно. В принципе, я думаю, этого достаточно будет. Я надеюсь, что это будет достаточно. Я постараюсь, чтобы этого хватило. Вот если все-таки завершая разговор именно о такой теоретический экскурс функционального многоборья, для чего вот нужен этот вид спорта? То есть кому он может быть полезен? Просто людям, которые хотят физическую форму свою привести в порядок? Или там только спортсмены именно могут заниматься этим? То есть целевая аудитория тех, кто именно может просто даже для себя заниматься этим видом спорта? Ну, тут очень размытое понятие целевой аудитории, потому что аудитория слишком широка. Можно привести ребенка, которого вы хотели бы подготовить к какому-нибудь виду спорта целенаправленно. Например, вот хотите, что ваш 10-летний сын, допустим, хотел бы пойти на секцию вольной борьбы, допустим. Или он там уже есть, но его, допустим, физическая подготовка недостаточно хороша. Без проблем. Это возможно поправить при помощи снарядов и этого вида спорта. Как вариант. То есть это может быть как трамплин даже к другим видам спорта? Да, без проблем. В основном так это используется. Вы, может быть, уже подготовленный мастер спорта по какому-нибудь единоборству. Ну, часто единоборств я просто вижу, поэтому я про них часто вспоминаю. И, соответственно, потянуть опять же общую физическую подготовленность и сделать это каким-то таким подспорьем, чтобы потом можно было успешно выступать на своих именно стартах. Да даже это может быть любой вид спорта. Ну, конечно, некоторым видам спорта это не сильно целесообразно. Тем же бегунам, допустим, легкотлетам, например, наверное, целесообразнее просто тренировать те мышечные группы, которые у них активно работают в беге. Ну, очень сильно это касается плотно единоборств, потому что это прям то, что нужно для них конкретно. А так, естественно, этим может прийти заниматься любая девушка, любой молодой человек, который просто хотел бы в достаточно быстрые строки как-то визуально улучшить положение, как-то набрать каких-то в себе качеств дополнительно. Если мы приходим в обычный тренажерный зал, мы приходим туда в основном за тем, чтобы поправить визуальную составляющую. То есть просто там где-то больше мяса, грубо говоря, меньше подкожного жира. Вот, как бы по сути цели там побочно, дополнительно при подъеме тяжести, естественно, физическая сила где-то растет. О чем-то дополнительно думать не приходится. Вот тут же мы стараемся как-то развить много, различное количество всяких качеств человека, задействовать много чего, практически все, что можем вообще сделать в зале, иногда выходя на улицу. Там и координацию, и ловкость, и баланс, и ту же самую силу, и гибкость. Все-все-все надо учесть, и чтобы сречно-сосудистая система достаточно хорошо работала. Плотность костей даже может как-то улучшиться вследствие занятий этими, так сказать, упражнениями. Это спасибо тяжелоатлетике, да, потому что частые придавливания, так сказать, тяжестями в виде адаптации у нас получается именно отклик в виде уплотнения костей. Соответственно, мы защищены от каких-то переломов, да, там, в какой-то мере. Вот как-то вот так. Поэтому без проблем. То есть Марат, например, сделает комплекс из выпадов со штангой над головой, отжиманиями на руках, стойки на руках, там и бегом, например, да. А пожилая женщина, например, может прийти, там, пошагивать на маленькую коробочку, там, походить пешком по залу и, там, попробовать, там, на тумбочку поприседать, например, да. Ну, какие проблемы? Ильяс, ну вот раз уж заговорили про здоровье, раз уж заговорили про то, как это влияет на человека, есть ли мнение, что, ну, там, как его называют, CrossFit, да, как бы есть такой бренд, в более таком некоммерческом виде, это функциональное многоборство, многоборье, что он вреден для сердца. И достаточно много по этому поводу ходит слухов. Как вы к этому относитесь? И наверняка у вас есть какая-то научная база, которую вы обосновываете, то, что он полезен и не вреден. Ну, о научной части мы тоже можем еще им сказать, да. Начнем сначала не с научного, а с конкретно прямого примера. Да, Марат у нас уже, грубо говоря, пришел в возрасте. Сколько лет ты заниматься начал? С 37. С 37 лет человек начал заниматься, ну, как бы, возможно, там, я, честно сказать, особо его там подспорье, там, дальнейшую, там, предысторию, там, занятия не знаю. Насколько я знаю, профессионально спортсменом никогда не был. Не был, да, там, не звание мастера спорта, ничего такого. То есть человек пришел, занимался какими-то своими делами в 37 лет, вот уже два года занимается, и, соответственно, состояние сердца никак не это самое. Но это, скажем, так сказать, лирика, да, вот такой вот, Марат у нас особенный, у всех сердца портится. Что сказать, Марат один из сильнейших спортсменов клуба, насколько я понимаю. Да, 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 я, наверное, даже там практически уверен, что не только клуба, и он даст бой много кому, грубо говоря. Ну, и стать за два года тренером, собственно, это тоже успешно. Ну, это в первую очередь именно желание этим заниматься, и самое главное, что у человека в голове, так сказать, какое-то автоматическое осознание, что происходит. Бывают люди занимаются такое длительное время, даже, может, не длительное время, может, больше осознание того, что нужно делать другому человеку, что ему посоветовать, не приходит. Это, говоря о практической части, то есть, вот непосредственно, вот человек, вот живой, как бы, да? Вот пример, да. Да, 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 да. И таких, кстати, там немало. Мотор на месте. Да, 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 да. И человек не то, чтобы тренируется там три раза в неделю, что-то такое, и он ходит ежедневно, кроме воскресенья. Вот человек себе разрешает в воскресенье отдохнуть, и так он каждый день, полтора-два часа там в поте лица и себя выжимает, как бы. Я это вижу каждый раз, когда прихожу, я прихожу в зал, там всегда марат. Его рабочий день, нет, все равно там марат. Это в любом случае так происходит. А что касается научной части, да, все знают, что можно открыть книжечку и увидеть, что там написано. Да, если молодой человек в возрасте, грубо говоря, до 30, может быть, в состоянии здоровья до 40, допустим, там хорошо с Хайнс, превышает лимит удара в секунду сердца, превыше 180, то он, так сказать, вроде как в зоне риска. Но там же и сразу люди на этом моменте сразу себя ополчились на кроссфит, там 180 бывает частенько. Да, 180 бывает частенько. Да, практически. Да, 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 ну, очень часто можно себя там напрягать и выше 170 не выйдет. Такое бывает, но это надо прям напрячься, да, такое должно происходить на соревнованиях. А сразу кинулись на это все дело, вот 180 написано, но никто решил дальше не читать, там дальше написано в течение минуты удерживать этот пульс на 180, в течение минуты удержать пульс на 180, ну, я не знаю, как на нас делать. Скорее всего силы воли просто не хватит, потому что это помутнение в глазах, это плохое самочувствие, это просто посадить человека, он упадет, остановится, его организм. Организм откажется выполнять эту нагрузку, которая вгоняет его в эту ситуацию. Плюс как-то стратегия занятия кроссфитом не подразумевает все время загонение себе в эти пульсы вызваны. Ну, а если все-таки теперь поговорить немножечко о самом мероприятии, расскажите, как будет оно строиться, что будет за мероприятие и как оно будет происходить, где главное оно будет происходить? Происходить оно будет в парке культуры отдыха «Зеленого острова» у нас в городе Черкесске, там нам выделили площадочку, она достаточно такая большая. Мы ее разгородим, подготовим под турнир. Вуй, какого-то огромного количества инвентаря у нас, конечно, нету, потому что мы, так сказать, недолго в этом делим. Вот конкретно в республике инвентаря у нас. Но, тем не менее, я думаю, задать ребятам озвучку у нас получится, потому что там достаточно одного грифа, чтобы им стало весело. Много не надо, и Марат знает об этом, как никто другой, что одной штанги в 40 килограмм достаточно, чтобы человек себя почувствовал плохо буквально через 3 минуты. Много не надо. Организоваться следующим образом будет энное количество, опять же, как я уже сказал, у нас это все дело секретно, так сказать. Энное количество заданий. Ребята приходят, видят расписание себя, по протоколу находят и без проблем подходят к времени выполнения своей группы и выполняют, так сказать, задания, после чего начисляются баллы за выполнение этого задания. И по окончанию выясняется десятка лучших из тех, кто пришел. И эти десятка лучших еще соревноваться будут на следующий день, так сказать, это будет финальный этап этих соревнований. То есть завтра квалификация, грубо говоря. А кто приезжает все-таки чемпионат по Северо-Кавказскому федеральному округу? Какие регионы? Что за участники? Ну, наверняка многие изъявили желание попасть на такое событие все-таки спортивное место. Да, это все-таки очень важное событие для всего Северного Кавказа. Отметим, что впервые все-таки проходит этот чемпионат, и что еще до этого никогда официально не было чемпионата Северо-Кавказского федерального округа. Скажем, вот так эту ситуацию можно описать, потому что все-таки непосредственно официально Северо-Кавказского чемпионата никогда не было. В силу того, что функциональный многоборье аккредитовалось в России как вид спорта официально чуть более года, насколько я знаю. А уже региональные отделения, так вообще по всей России их не сильно много, я точно не скажу. Но, по-моему, в пределы я могу пальцем своих рук посчитать количество этих федераций аккредитованных. Соответственно, кроме нас, я так понял, на Северном Кавказе больше нету просто аккредитованных федераций. И официальный статус соревнований, которые, конечно, проводились в других регионах, они не могли дать. То есть, да, у них проходили масштабные соревнования. Возможно, масштаб не наших, возможно, в несколько раз масштаб не наших. Это еще я, конечно, не уверен. Но, тем не менее, они проводились на хорошем уровне, но они просто не имели официального статуса, не могли себя так назвать. Вот это отчасти то, где мы говорим, что мы впервые проводим Северо-Кавказский чемпионат. Как-то вот так. А откуда приезжают? Насчет приезжих ребят, это, насколько я знаю, будет какое-то представительство из Ставрополя, около двух человек, да, из Ингушетии обещали приехать. Ну, по крайней мере, в заявке они есть. А дагестанские товарищи и даже представительство из Чайской Республики есть. Пусть они пошут туда большинство Северо-Кавказских регионов. Пусть в небольшом количестве. Пусть в небольшом количестве, но компания будет. Естественно, наших местных ребят, так как это все-таки домашний старт гораздо больше, чем приезжих, ну, не будем в этом удивляться. Мы, честно сказать, рады даже тому, что наши ребята так откликнулись, там, да, их там около 20 наших местных, только очень-очень радостно. Все-таки звание чемпионата СКФО выдерживаем хотя бы по географии участников. Марат, ну вот что вы ждете от соревнований, потому что ожидания участников, они всегда очень тоже важны, с каким вот настроем, настроением вы пойдете туда. Как на, ну, обычную какую-то такую тренировочку, которая каждый день у вас проходит, или все-таки какая-то такая ноша ответственности? Марат, волнуешься, скажи. Нет, честно сказать, не волнуешься. Потому что у нас проходили какие-то соревнования межклубные, клубные, то есть уже примерно знаю, как что все будет, и уже как такого нет, ну, примерно знаю, что надо будет очень сильно пострадать, чтобы чего-то добиться именно в этот день квалификационный, который нам не хотят рассказывать наши тренера. То есть здесь связи не работают, да? Да, здесь связи вообще никак не работают. Только хуже такого. В финале, в финале, в финале как получится, так получится, там как карта ляжет, там можно сказать, что я выиграю, кто-то проиграет, там получится очень интересно, надо смотреть, и мне самому даже интересно будет. Я представляю просто, как выносят такой сейф, в сейфе конверт запечатанный, в конверте задания, все по пунктам, там специальным ключом, потом ключ выкидывают куда-то, ну, то есть не все настолько секретно. Да, все по-разному. Мне кажется, от этого интереснее. Да, конечно, от этого интереснее, во-первых, от этого более равные условия для всех участников. Да. Вот, и на самом деле хочется отметить, что вот Зураб, он также занимается этим видом спорта. Он, можно сказать, занимался, я же в последнее время не хожу. Ну, все-таки вот для себя, и я знаю немало людей, которые этим занимаются. Вот именно в чемпионате принять участие мог каждый, кто занимается этим? То есть подать заявку и прийти попробовать себя? Конечно, все это было заранее, за неделю все было. Даже в интернете были у нас эти... Электронные форумы. Да, электронные форумы, им надо было запомнить, и все. Любой, кто хотел, мог участвовать. Только там единственное, что это, будет очень много наурэпов, я думаю, для тех людей, кто не понимает это, это незасчитанные, незасчитанные там движения, которые будут выполняться. Это будут следить наши тренера. То есть, если ты не находишься в зале, примерно ты знаешь, как это все делается, но все равно это чуть неправильно. Это все будет очень контролироваться. Посмотреть на это все мероприятие-то можно любым вот людям, которым интересно просто само мероприятие, Алиас? Ну, то есть ты имеешь в виду... Будет какая-то там зона, фан-зона, да, или что-то в этом? Там будет, если это можно назвать, конечно, фан-зоной, у нас же параллельно будет проводиться, там еще мы о нем не говорим, да, но когда-нибудь поговорить об этом. Ну, вторая часть передачи, об этом будем говорить. Да, это именно киберспортивные соревнования, да, ну, я лично не могу воспринимать пока, что это прям как серьезное спортивное состязание, да, для меня это вот как раз вот в области, где ребята будут именно как бы что-то из серии развлечений, но я думаю, что, тем не менее, соревновательная часть там будет, и ребята, так сказать, Будет, да, там пыл борьбы какой-то там, и все в этом роде, да, ну, и, соответственно, почему бы не использовать это в виде, там, любой желающий, не имея специальной подготовки, только умеющий держать жестик в руках, может пойти, так сказать, и развлечься, вот вам бы фан-зона. Марат, а вот мы сейчас говорили о том, что, ну, о том, что сами упражнения, они закрыты, никто не знает, ну, вот представим ситуацию, что так получилось, что ты сегодня узнал, что это за упражнение, это даст какой-то тебе плюс завтра? Поздно. Плюс единственное, даст в том, что я буду знать, какие будут упражнения. Просто морально готовы. Да, морально готовы буду, а так, такого прям большого плюса нет. Ну, говорят иногда, что даже знание, оно, ну, мешает и отвлекает от чего-то, поэтому, может быть, действительно, это и к лучшему, что просто идешь уже и проверяешь действительно адекватно, объективно, даже собственные силы. Ну, мы желаем вам удачи на завтрашнем чемпионате, потому что, действительно, событие в спортивном мире масштабное, большое, посмотрим, как вы его проведете, конечно же, расскажем об этом в ближайших выпусках новостей. Ну, удачи вам, как человеку, который организует все-таки, вот, показатель лицо Карачаева-Черкесии в этом смысле, ну, а вам удачно выступить. Спасибо большое. Спасибо большое, что пришли. Ну, на самом деле, подготовка к этому чемпионату началась уже давно, как мы успели понять, и вот совсем недавно проходила открытая тренировка клуба «Бизон», который, собственно, где тренируются вот спортсмены наши. И давайте посмотрим сюжет о том, как проходила эта тренировка, и, может быть, там даже увидим будущего чемпиона Северо-Кавказского федерального округа. Внимание на экран. Вряд ли кто-то будет спорить, что физические нагрузки полезны для человека, особенно если ими заниматься на свежем воздухе. Руководствуясь именно этой идеей, спортсмены из клуба «Бизон» и организовали в эту субботу открытую тренировку в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Принять в ней участие могли все желающие, и, несмотря на неблагополучные погодные условия, таких наслось немало. Один из них – Расул Гербеков. Юноша уже более полугода занимается функциональным многоборием, и это его первое занятие вне стен зала, результаты которого он оценивает высоко, ведь свежий воздух благотворно влияет на выносливость и эффект от упражнений. В зале больше возможностей все равно для каких-то силовых упражнений. Ну и, в конце концов, зал – это стены, и это духота, а свежий воздух этого лишен, то есть, наоборот, дыхание легче идет, простор. В конце концов, природа даже как-то умиротворяет, что ли, тренироваться лучше, правда. Основное отличие тренировки на открытом воздухе от тренировки в зале – более разнообразный набор упражнений, которые могут выполнять спортсмены, что явно сказывается на их функциональной подготовке и позитивно влияет на результаты работы. Мы привыкли тренироваться в зале, и люди, тренирующие в зале, они хороши в тех движениях, которые они могут делать в зале. Вот, соответственно, чтобы потренировать что-то другое, надо выйти из этого зала, дабы просто как-то что-то разнообразить. Ну, тот же бег мы добавили, и уже, знаете, другие ощущения уже у ребят, уже какие-то новые комментарии, типа, да, почему мы раньше не бегали, и все такое. И, соответственно, сами понимаете, да, будет, ради вот этих ощущений мы, собственно, и вышли на улицу, получается, ну, и просто разнообразие. Основной целью таких акций организаторы все-таки выделяют популяризацию спорта и здорового образа жизни среди населения Карачаева-Черкесии, так как занятия за закрытыми дверями спортзала не имеют такого количества зрителей, которые могут заинтересоваться спортом и, возможно, даже изменить свой образ жизни. Целью свою мы ставим приобщение людей к здоровому образу жизни, к спорту, да, к тому, чтобы они влились в наше движение. Поэтому самый простой способ – это выйти и показать, да, подать пример. Собственно говоря, что мы и делаем, подаем пример, и вы даже участвуете в этом, да, хоть это, может, и не видно, да, за кадром. И я надеюсь, что чем чаще, тем больше мы будем проводить такие акции, тем больше людей будет вливаться в здоровый образ жизни. Нам не важно, увидев это действие или приняв в нем участие, придут люди в наш спортзал, в чужой спортзал, там, дома у себя будут заниматься, или своих детей заставят заниматься, любой эффект, который будет в сторону здорового образа жизни и увеличения здоровья человека, да, мы, скажем так, приветствуем и будем им довольны. В общей сложности в тренировке приняли участие около 15 человек, но это лишь первая подобная акция. В дальнейшем организаторы планируют проводить их как можно чаще, и поучаствовать в них может любой, а значит и вы также сможете попробовать себя в роли атлета функционального многоборья. Ну что ж, а мы продолжаем наш эфир. Предстоящий чемпионат СКФО по функциональному многоборью будет проходить параллельно с Кубком КЧР по киберспорту, где участники смогут проявить свои силы и продемонстрировать виртуозность в видеоиграх. К слову сказать, это также первый кубок в нашей республике. Виртуальные состязания будут проходить в двух дисциплинах, в частности UFC 3 и FIFA 2018. В первой дисциплине участники будут играть на приставке «Бои без правил», а во второй дисциплине участники сыграют в футбол. И о том, как это все-таки будет проходить, мы поговорим с организатором этого соревнования, такого киберсоревнования с Ренатом Хатуаевым и участником Гагиевым Арсеном. Здравствуйте. Здравствуйте. Все-таки это очень необычно для Карачаева-Черкесии в целом, но мне кажется и вообще для России это еще такое начинающее явление, как соревнования по киберспорту. Ну все-таки вот в таком масштабе, там региона или там... Есть, все это есть, просто мы, наверное, немножко... Не в курсе, да? Немножко припозднились с этим делом. Но все-таки вот как пришла такая даже идея в Республике провести такие соревнования? Были ли какие-то предпосылки и было ли такое требование уже тех игроков, которые хотят соревноваться в каком-то более крутом масштабе? Это был хороший вопрос. На самом деле я не вспомню, как пришла эта идея. Единственное, что могу предположить, так как в нашем молодежном клубе теперь есть и приставки, так как мы любим организовывать соревнования и собирать людей, как-то, видимо, взор обратился на приставку, давай и в этом посоревнуемся. Тем более, что, я не знаю, и в любом случае это освещалось новость, там два года назад киберспорт внесли в реестр официальных видов спорта Российской Федерации. Скажем так, любой дотер, ну сейчас у меня сленг, да? Там или любой другой парень может теперь стать мастером спорта, съездить на соревнования и так далее. Тогда, когда это произошло, на самом деле это вызвало у нас скепсис, так как мы спортсмены, уже более старых видов спорта, да? И обычно спортсменам мы представляем себе несколько по-другому, да? Но на самом деле это тоже… И занимающийся совсем другими вещами, собственно. Но на самом деле это тоже какой-то виртуозность, да? Профессионализм, отточенный навык какой-то, да? Стратегия. Да, скорость реакции там и многие-многие другие пункты, в которых люди давно уже как бы соревнования существуют. И на самом деле Россия, кстати, это одно, по-моему, даже первое государство в мире, которое киберспорт признало официально. Да, вот именно Министерство спорта. Коммерческие турниры – это как бы отдельная история, а здесь государственная поддержка. Я прямо представляю, как министр, выходя из квартиры, такой… Ты его с красными глазами, палец зёргает. Я просто думала о судьбе нашего спорта, и я не играл. Киберспорт? Так это же спорт! На самом деле, кстати, продолжение по поводу легитимизации, скажем так, да, если так можно слово подобрать. В Олимпийские игры, по-моему, 2024 года будет киберспорт как одна из дисциплин. Мы извлеклись на турниры, не штудировали интернет, почему нет? Ну, была просто такая информация. Вполне вероятно, потому что мы знаем, что последний чемпионат по доте, да, интернешнл. Вот сейчас для многих изменится сейчас жизнь. После моих слов, призовой фонд, который получили пятеро участников команды, был 18 миллионов долларов. На Олимпийских играх столько не дают. Я не тем занимаюсь своей жизнью, не пошёл. Как бы самые большие призовые в истории Олимпийских игр, которые дали в нашей стране, это был миллион долларов в 2008 году за победу в вольной борьбе. Сулейман Керимов спонсировал. Вы теперь сравните, 5 миллионов долларов на каждого и каждый год. И, конечно, молодёжь идёт туда, там деньги, и это тоже интересно, если ты не можешь заниматься там борьбой или чем-то другим. Поэтому вот как-то так. Ну, тут сразу хочется, наверное, обговорить такой момент, что на мировых вот таких вот соревнованиях там очень такая спонсорская поддержка. То есть эти соревнования, в принципе, проводят многомиллионные вот эти вот магнаты. Это какие-то компьютерные центры, какие-то фирмы, какие-то фирмы, собственно, производители вот этих вот игр. Но люди, которые готовятся непосредственно к таким чемпионатам, они тратят довольно-таки большие деньги при подготовке, потому что по сети вот играть, это же всё тоже платно получается. Ну, нет, на самом деле доступ к Steam-аккаунту, он бесплатный, где вы можете, ну, если говорить конкретно о Dota, да и, в принципе, почти все платформы, которые... Да, есть, конечно, необходимо купить приставку, она может быть стоить дороже спортивной экипировки, а может быть и там на целую команду дороже быть. Ну, это если уже о профессионалах говорить. А так практически сегодня любой мальчик там в Черкесске может выйти в интернет, если есть нормальный интернет широкополосный, там, 50 мегабит в секунду. Он может быть активным участником любых вещей, которые происходят в мире, да, и ввести какие-то отборы. Другой вопрос, конечно, чем больше конкуренция, чем больше денег, тем всё усложняется, но это естественно. Ренат, вот ты несколько раз проговорил про Dota, прям акцентировал на ней внимание. А почему нету Dota в списке соревнований? Мы просто решили, как бы, начать с того, что нам проще. Но почему я много говорю о Dota? Мы были в амфитеатре, тестировали приставки, когда на экране диагональю 7,5 метров мы увидели, как можно поиграть в Mortal Kombat. И вокруг целый амфитеатр. Я понимаю, что это такой потенциал. На самом деле, всё-таки консольные игры, наверное, не так популярны, как Dota. Даже вот сейчас можно в Черкесске выйти, но сюда там в Steam, и там 300 человек играет одновременно в городе Черкесске. Конечно, это одновременно, то есть их больше, у них есть друзья. Я думаю, люди пришли бы на это посмотреть, и, может быть, это будет нашим следующим подобным турниром, это как раз Dota. Арсен, ну вот ты, судя по всему, один из тех людей, про которых говорил Ренат, которые там знают, что происходит в республике, во всяком случае, точно, а вот в игровом мире. Вот расскажи, пожалуйста, как давно ты этим занимаешься? Как давно ты занимаешься спортом? Каким спортом? Киберспортом. Киберспортом. Ну, с тех пор, как мне купили приставку, можно сказать, я уже научился играть в FIFA, и уже, ну, это было еще в школе, в классе восьмом, наверное, и с тех пор уже по сей день играю. Скажи, пожалуйста, ну вот это правда можно назвать спортом? Это вот действительно спорт в твоем понимании? Ну, там какие-то тактики выбирают участники, как-то для размышления, можно сказать, поэтому в плане физики там ничего нету. Ну, понятно, да, что ты вряд ли максимум ты пальцы себе качаешь большие на руках. Ну, опять-таки, шахматы — это спорт, бильярд — это спорт. Даже боулинг-спорт. Боулинг-спорт. Даже вот, ну, карты, когда играют в карты, это все равно какая-то игра, да, ну, то есть на стратегию, на размышления. То есть это, в принципе, можно оправдать звание спорта, как бы то ни было. Но вот все-таки, Арсен, вот у меня такой, может быть, вопрос такого занудного взрослого человека, вот не слишком ли это все-таки портит какое-то мировоззрение, не слишком ли много времени на это уходит, не слишком ли это отвлекает человека от реальности, я не знаю. Ну, с одной стороны, человек чем-то занят, получается, и уже признали его официальным спортом, пусть занимаются, а так... Вот ты лично на себе ощущаешь какие-нибудь негативные воздействия того, что ты уделяешь этому какое-то время значительно? И какое это время? Ну, я стараюсь, когда у меня свободное время, конечно, там, поиграть, позаниматься спортом. Пару подходов, да? Ну, то есть, в принципе, это не мешает, там, в каких-то основных делах, там, учеба, не знаю, все прочее? Нет, не особо. Ну, везет тебе, да. Мне мешало. Ренат, учитывая то, что для того, чтобы участвовать в этих соревнованиях, не нужно иметь какой-то профессиональный багаж спортсмена, да, если говорить о различиях между функциональным наговорием и киберспортом, то, наверное, там, несложно было набрать, там, какой-то пол участников, которые хотели бы поучаствовать. Много будет вообще претендентов на звание лучшего в киберспорте? Да, кстати, хорошие ребята вот сейчас выступали перед нами про функциональное многоборье, немножко рассказали о нас, но суть в чем? На самом деле сейчас ситуация даже, наоборот, разворачивается, потому что мы делали гугл-формы для заявок, и в полтора раза у нас людей больше зарегистрировалось на функциональном многоборье. Чем на киберспорт? Чем на киберспорт. Ну, мне кажется, это просто связано с природным разгильдяйством всех геймеров, которые просто в последний момент придут и окажутся. Люди есть, посмотрим, что будет, но, конечно, никакой подготовки в плане спортзала не надо, но в плане того, чтобы выйти в финал и получить приз, конечно, надо быть лучшим, чем остальные. Я сейчас, конечно, затрудняюсь определить, какой уровень мы увидим и вообще какой уровень он есть, потому что это для нас вообще первый опыт. Спасибо Министерству спорта, что дали нам возможность этот эксперимент поставить в рамках Черкесии. Но просто будем посмотреть. Но опять-таки выделить амфитеатр для вот этой вот финальной битвы, это довольно-таки интересно. Мне кажется, даже амфитеатр будет заполнен просто теми людьми, которые придут посмотреть, как на какой-то фильм, на какую-то баталию. Ну, наш город – это такое загадочное место. Может, там конфликт двух бабушек собрать 300 человек, и может, там выступление Тимати не собрать никого. Вот это хайпануть решим. Но суть в чем, да, администрация города нас поддержала в этом плане. Потенциал очень большой. Более того, финалы обоих турниров пройдут прямо на сцене. То есть сначала мы смотрим многоборье там атлетов этих греческих. После этого небольшой перерыв. И там же у нас финал. Я думаю, это обеспечит аудиторию соревнований. Она немножко обменяется, одна площадка с другой. И просто интересно. Скажем так, не так давно в нашем городе все это появилось. Молодежь еще не привыкла ко всему этому. И может быть, такими мероприятиями мы будем их приучать туда ходить, что-то смотреть. Там же не только будут все время киберспортом заниматься. Бывают и культурные мероприятия проходят. Поэтому это очень приятно наблюдать, что нашим молодежь, у них есть возможность, когда мы были маленькими, на зеленом острове можно было только потеряться. Замечательно. Мне кажется, это может стать такой шуткой. Кстати, Ренат, как ни придет, у нас все время какие-то фразы появлялись. Что в прошлый раз, что в этот. Ренат, вот ты сказал, что по поводу Mortal Kombat, или там FIFA на большом экране. Скажи мне, пожалуйста, финал будет проходить на большом экране? Да. Да. Серьезно. Это просто не значит, что у нас уже там даже сотрудники арены, ну, может, и мы потом погоняем, но все люди, когда мы выставили это в сторис, там, в WhatsApp, мне человек 17 написал, а можно поиграть? Ну, всем это интересно, потому что это новое. Вот это давняя мечта поиграть в кинотеатре, в приставку, да? Походу, да, она скрыта такая, но все-таки есть. Так, после соревнований мы приходим к Ренату и по связям рубимся. Кто из нас сильнее, хотя бы там Mortal Kombat? Тебе не жит. Я предлагаю вам еще лучше танки, Дэнди и танки. Вообще супер. Как раз нужно побольше экрана, потому что там такая детализация. Арсен, ну вот все-таки хочется поговорить с тобой именно о том, во что ты любишь играть больше. Больше всего это футбол, FIFA. То есть это твоя дисциплина все-таки, да? Больше всего, да. И, ну, как в Реале, тоже интересуюсь футболом и знаю, какую тактику нужно выбрать, какой команде, поэтому больше всего склоняюсь к футболу. А вообще каким видом спорта, кроме киберспорта, ты занимаешься? Ну, я сам занимаюсь, ну, футбол, волейболом и все, и все. Ну, в принципе, для тебя это получается близко. То есть ты можешь как во дворе или во дворе школы погонять мяч, и так потом прийти домой и уже отдохнув физически немножечко обувственно напрячься. Ну, вот это вот такая, такой двойной подход к одной игре очень интересен, потому что и тактика развивается, и физическая подготовка развивается. Научился играть в футбол по приставке. Жаль, в UFC так нельзя. Пожалуй, подрался, хотя, в принципе, можно. Пожалуй, подрался на улице, пришел, поиграл, отработал движение, посмотрел на выдержание, пошел, подрался на улице. Вы сейчас, когда задавали вопрос Арсену, мы все-таки хайпанем до конца, потому что Арсен, вот я только что перед передачей узнал, он является односельчанином Хабиба Нурмагомедова. Серьезно? Да, официальный представитель. Поэтому по вопросам отмены концертов все к нему. И опять-таки у меня вот фантазия разыгрывается в плане того, что Хабиба Нурмагомедов с Макгрегором отдерется, придет домой и при любом раскладе сядет за приставку и за него будет играть. Я тебе хочу сказать, если бы ты была подписана на Хабиба Нурмагомедова, ты бы видела, что он постоянно играет в приставке в UFC, я думаю, что за себя. Ну, в принципе, мне кажется, если мы добьемся какого-то более широкого масштаба, то можно будет и приглашенных гостей к нам приглашать, чтобы они уже были гостями, собственно. Ну вот, если говорить о первом все-таки чемпионате, на что вы рассчитываете? Мы говорим о том, что мы не знаем, да, на что рассчитывать, не знаем, что ожидать от нашего города. Ну вот все-таки понятное дело, что вы сейчас просто даже познакомитесь с аудиторией. Но всегда, когда планируется что-то первое, мечтается о чем-то следующем. Вот какая мечта она? Да, конечно, она уже есть. Это мечта провести такой же чемпионат из КФО, потому что с киберспортом, кстати, с ним все-таки поощрить, как сказать, в общем, он развит больше в регионе, чем в многоборе, в котором мы специализируемся. И у нас есть контакт уже с представителями других федераций, в других регионах. Мы бы хотели, чтобы КЧР была первая площадка, которая бы приняла такой турнир. Ну, наверное, чтобы была первая федерация, да, получается, федерация не первая. Федерация сейчас, как мы снова первыми. Открывайте федерацию. Да. Ведем переговоры, вроде бы в Москве все согласовали, но было бы, конечно, может, я зря сейчас это говорю в прямом эфире, для кого-то застанет идея, и так как в других республиках более подготовлено, может быть, перехватят, но нам не жалко, примем как участники, но было бы круто собрать бы снова в амфитеатре представительства не только нашей республики, районов, городов, но и хотя мы уже в принципе собрали представителей Дагестана рядом со мной, но хотелось бы, чтобы вот приехали команды и здесь прошел большой турнир. Это просто интересно. И что мы ожидаем? Как минимум, хорошее настроение получить, потому что это просто весело. Это невозможно без какой-то улыбки смотреть на экран, где там происходит какое-то действие и не понимаешь, да, это происходит со мной. Это просто очень интересно. И мы думаем, что просто получим массу удовольствия, плюс какие-то вещи отработаем. Ни для кого не секрет, что даже канал Архиз 24 будет очень плотно тренироваться во время этих соревнований, правда, в другой части. И я думаю, этот опыт, который мы получим, поможет нам организовать в дальнейшем еще больше, потому что первое наше соревнование даже по многоборию это было на уровне открытой тренировки. Пришли ребята, а что это такое, давайте делать, а сейчас уже вот тебе на первую чемпионат. теперь еще и посоревнуемся, да? Да. Просто вот у нас вторая половина передачи, на самом деле, она вся проходит с улыбкой, со смехом, но... такое проводится. И гордость даже охватывает за то, что наша молодежь ну как-то будет выходить на новый уровень, получается, потому что всегда мы говорим там с завистью о том, что проходит в других регионах, но вот вы возьмите, проведите то же самое у себя. А тут вот взяли и проводят. То есть, ну это очень радует, и говоря о том, что вот опять мы с федерацией там собираемся открывать. Но если, к сожалению, не получается без федерации проводить что-то официального, то может быть оно и круто, что они открываются, эти федерации. Конечно. Это важно. Мне кажется, очень важно вот то, о чем вы сказали, потому что для меня может это развлечение, потому что я там в других местах вертелся, хотя может сейчас стану, кто знает, начну профессиональную карьеру. Это единственный, по-моему, шанс для 30-летнего начать профессиональную карьеру. Это киберспорт. Спасибо, карьерина. Других видов спорта уже поздно. А так это очень важно, потому что существуют все равно субкультуры, и в игротеках мы можем тоже какие-то субкультуры наблюдать, и они все стремятся к какому-то девиантному, к маргинальному поведению. Они под пиво играют, под что-то там. Вот у нас в игротеке даже, например, мы пишем там стопмат, сдержанность черта мужчины. У нас на столах написано, чтобы ребята, которые приходят, они понимали, что у нас какой-то чуть другой культурный код мы несем. И когда ты приходишь вот в такое место, ты уже там патлы свои причешешь, умоешься, посмотришь на других людей, которые пришли смотреть на тебя, и ты уже хочешь себя показать во всей красе, а не как-то там сидишь где-то. Это в любом случае это развитие личности человека, это развитие молодежи нашей, что можно делать вот так, что можно всем тем же самым заниматься, но еще и с красивым лицом, и еще государство тебя по голове погладит, и признание будет, и на телевидении пригласят, и при этом ты вроде как кому-то хороший пример подал. На самом деле хороший, потому что ты там играешь не на деньги, ты играешь не вопреки, а благодаря чему-то. Я надеюсь, все, конечно, соблюдают вот этот баланс учебы и игр, об этом тоже наверное отдельно говорить, но это важно. Нам бы хотелось снести пример вот с вашей помощью это получается у нас. Надеюсь, что хотя бы если мы там 10-20-50 людей жизни изменим, как-то покажем, что можно себя лучше. Мы уже свою миссию там выполнили, вложенные средства оправдали себя. Вот как-то так. Леонид, такой очень важный вопрос. Ты сказал, что данное мероприятие поддерживает Министерство спорта. А мероприятие несет какой-то официальный характер? Да. То есть прям будут от Министерства спорта дипломы, мастер спорта по ФИФЕ. Мастер спорта по ФИФЕ еще нет, но ты будешь чемпионом республики по киберспорту не много и не мало. Также ты будешь первым чемпионом СКФУ по функциональном многоборье. По функциональном многоборье тут понятно. Это прям в таком ортодоксальном понимании это спорт все-таки. А вот с киберспортом немножечко сложнее. Нам просто повезло с Министерством спорта и качель, я вам честно говорю, без всякой лести. Команда, которая там сейчас работает, это и министр, и начальники отдела массового спорта. Это вот, я хочу назвать все-таки их фамилии, это Рашид Узденов и Рустам Джедуев. Практически любая наша идея после какой-то доработки она поступает в жизнь, потому что хотите вот так, ну давайте попробуем, давайте посмотрим. Конечно, нам пришлось для этого много поработать, чтобы какого-то такого доверия, видимо, заслужить, но никаких препятствий мы не встречаем. Если мы хотим что-то делать… То есть, вот вы сказали, мы пришли, сказали, мы хотим киберспорт, они такие, окей, давайте. То есть, не было никаких вот таких вот киберспорт, это не спорт… Никаких фи. Да, потому что все-таки в Министерстве спорта работают так или иначе спортсмены, которые знают, что такое спорт, с потом, с усталостью, а тут вроде бы как бы ничего близко нету. Ну, это уже какое-то, видимо, следующее поколение чиновников, которые более прогрессивно смотрят и стараются не отставать от молодежи, от ее увлечений. Мы уже понимаем, что виды спорта, да, там, типа, даже вот меня, наверное, борцы побьют, но вольная даже борьба, она уже людей меньше собирает, чем раньше. Сейчас больше людей в ММА уходит. Ну да, очевидно. И нужно идти вслед за людьми, если здесь появляются такие красочные площадки, то ты не будешь популярен, если будешь так же по-старому где-то собираться. Арсен, ну вот, наша программа, к сожалению, подходит к концу, но очень хочется узнать у тебя, чего ты ожидаешь от этого кубка, от этого чемпионата, от этого соревнования? Ну, я хочу, чтобы все-таки первый чемпионат СКФО, чтобы он прошел на высшем уровне и пожелать всем участникам удачи. И все. Просто, чтобы да будет битва! Да. Ренат, ну и ты, пожалуйста, присоединись, пожелать чего-нибудь тем, кто будет участвовать. Я желаю всем, чтобы без травм и в функциональном многоборе, и в кнопочном, и чтобы победил сильнейший, и чтобы не осталось людей, которые бы посчитали, что справедливость была нарушена. Для нас главное это, чтобы все было по-честному, чтобы не было никаких кривотолков, и чтобы на самом деле тот, кто заслуживает, победил. Спасибо большое. Большое, что сегодня пришли к нам в студию, и, ну, можно сказать, так приоткрыли дверь в новый вид спорта для меня, например, и это очень интересно. Мне кажется, и для родителей, которые сейчас смотрели это все, особенно, они, мне кажется, поразились цифрами в 18 миллионов долларов. Я говорю, прям сейчас... Мы с кутовым... Ты уроки делаешь, а он быстро иди за пристав. Спасибо, что пришли. Удачи вам. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну, а наша программа подходит к концу. Мы прощаемся с вами, дорогие телезрители, но ненадолго. Увидимся с вами в понедельник в 15.00 на телеканале Архи С24. Всего доброго. И хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин